Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале Арчера. И сегодня мы с вами пойдем в PvP режим и будем играть именно за Стеллу. Я хотел поблагодарить ребят, которые предоставляют мне возможность поиграть на их аккаунте и протестировать новых героев. Потому что у меня, к сожалению, этих героев нету. Вы знаете, что я практически не доначу в игру и, соответственно, героя у меня этого нет. Итак, первая игра против нас Сильван. Но давайте посмотрим, что по факту будет получаться. Я беру вот такие вот скиллы, как вы видите на своих экранах. С луком, я думаю, что должно быть комфортно. Но давайте смотреть. Итак, первая игра. Человек сразу улыбается, потому что, наверное, еще нет у него этого героя. Но я вижу, как меня очень сильно пробивает Сильван. Причем так сильно, что мне аж очень больно. Я ему сношу всего лишь там 100 тысяч хп. Но, ребятки, это моя первая игра была за Стеллу. Давайте смотреть, что по факту у нас получается дальше. Сейчас против нас также Сильван будет, но уже с бумерангом. По скилам у меня намного лучше. Есть кровожадность, есть упругие стены и дополнительная атака. Сразу хочу сказать, что у Стеллы хорошая скорость атаки. С луком еще лучше. Посмотрите, как она стреляет. Просто скорость колоссальная. И плюс к этому всему, после того, как вы попадаете в своего противника, еще может вылететь такой шар молний, который тоже достаточно сильно будет пробивать противника. Но, смотрите, с этим Сильваном как-то попроще. Я не знаю. Возможно, этот Сильван немножечко слабее предыдущего. Но пока все очень хорошо выходит. Смотрите, я попадаю. Молнии бьют. Сильван тоже восстанавливается. Мне повезло, что у меня есть кровожадность. И я думаю, что эту катку я выиграю. В целом, скажу так, что Стелла, в принципе, неплохой герой для игры в PvP режим. Не знаю, как это будет происходить на низких левелах. Возможно, на низких левелах она будет еще лучше, чем на высоких. Но вы должны понимать одну простую вещь. Сейчас Стелла на этом аккаунте еще без звезд. А вот у Сильвана, против которых я играю, по-любому есть большое количество звезд. 3, 4, 5, 6, а может даже и 7. Вот это тот же противник, который мне попался в предыдущей катке. Сейчас вы видите, что у меня нет кровожадности. Но есть кольцо нетопыря, которое дает мне возможность немножко делать отжор. Но смотрим. Пока главное попадать. После того, как я попадаю, молнии тоже бьют Сильвана. И у него достаточно быстро отнимается ХП. Эта катка немножко посложнее будет. Но, в принципе, я доволен пока Стеллой. Она достаточно неплохой герой. Я думаю, что это победа. Да, это победа, ребят. 2-1 пока. Как я вам говорил, я сыграю всего лишь 5 игр. Но посмотрим, с чем это все закончится. Против нас обратно Сильван. И у меня есть подозрение, что это тот же Сильван, которому я проиграл. У меня есть кровожадность. Но кажется, что он очень сильно прокачан. И у этого героя, наверное, будет большое количество атаки. Сразу хочу сказать, что молнии не пробивают стены. Это тоже очень важно. Вы видите, я пытаюсь стрелять в стену, чтобы пробить стенку, соответственно, и попасть в Сильвана. Но нет, к сожалению, не получается. Да, если он смеется, это тот же противник. Но смотрите, сейчас более равная игра получается. Я ему сношу достаточно большое количество ХП. Но проигрываю. Ну что, 2-2 пока что. И давайте последняя катка. Посмотрим, что с этого получится. Так, против нас Айрис. По скиллам я обязательно возьму щит, упругие стены и, наверное, заморозку. Достаточно хороший набор навыков. Давайте смотреть, что с этого выйдет. Айрис тоже с луком. И я с луком. Но у Айрис есть двойная стрела. Плюс еще и диагоналки. Вы видите, что у нее за набор. Пока я ее больше пробиваю. Но правильно. Она делает мув превосходный. Просто она подбегает ко мне в упор. У нее есть двойная стрела. У нее есть диагональные стрелы. И в упор мне очень и очень больно. Я думал, что это будет проще. Но Айрис меня просто уничтожает. И я даже не знаю, что с этим поделать. 5 каток я провел в PvP режиме Стеллы. Стелла пока без звезд. Вы видите, что на этом аккаунте 104 тысячи атаки и 429 тысяч ХП. Аккаунт достаточно хорошо прокачан. Но напоминаю вам, что Стелла еще без звезд. И возможно, когда у нее будет третья звезда. У на третьей, четвертой звезде в основном самые лучшие навыки у героя идут. Я думаю, что там будет намного проще и веселей. Могу сделать такой вывод. Стелла очень сильный герой. Она реально классно подходит для игры в PvP режим. И подходит в игре для PvE режима. Наверное, в PvE режиме она может сравниться с Мелиндой. И соответственно, у нас получается новый ДД. Я не скажу, что это мета стопроцентная в PvP. Но играть ей можно. Ну что же, ребят, таким получился ролик. Спасибо большое, что заглянули на канал. Ставьте большие пальцы вверх. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok